МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Испытать якутскими морозами. Для этой цели в регион доставили два новейших вертолета. Акулы-пирая мастера слова в профессиональный праздник наградили журналистов Якутии. Для погорельцев районной поликлиники Хандыги организовали пункт гуманитарной помощи. Пострадавшие покидали свои дома ночью. Сейчас они временно разместились у своих родственников. Едва в социальных сетях появились сообщения с просьбами оказать посильную помощь, как земляки, моментально откликнулись на призыв. Они приносят теплые вещи, зимнюю обувь. То без чего погорельцы не могут обойтись в январские морозы. Сейчас с отравлением угарным газом в больнице находятся Татьяна Харина и ее сестра Галина Абрамова. Женщины смогли спастись, выпрыгнув со второго этажа. Татьяна Михайловна работает директором музея северного оленеводства в селе Тополиное. Сотрудники районной библиотеки решили оказать помощь своей коллеге. Они собрали все самое необходимое. Очень хочется, чтобы они не падали духом, чтобы они видели, что люди их поддерживают. Особенно обидно, что люди лишились нового жилья, которого они долго ждали. Буквально недавно отметили новоселье, приобрели новую мебель, радовались тому, что будут жить в тепле. И сегодня они лишились всего этого. Это очень страшно. Два новых вертолета пройдут испытания якутскими морозами. Накануне в столицу республики доставили воздушные судна Ми-171А2 для прохождения новой сертификации. В Якутии при экстремально низких температурах воздуха специалисты проверят противообледенительную систему вертолета. С подробностями Василий Радченко. Новая модель вертолета Ми проходит испытания уже четвертый год. Летчик-испытатель Владимир Кутанин проведет вылет в условиях Крайнего Севера впервые. Тестировать будут пилотажно-навигационный комплекс и система обогрева вертолета. Летная молодость прошла на Дальнем Востоке. Я служил в Амурской области, в Хабаровском крае. Поэтому приходилось летать и, правда, только на юг Якутии, на север Якутии не приходилось. В данном случае мы проводим сертификационные испытания вертолета Ми-171А2. Это новая модификация вертолета, так называемая, легендарная была вертолета Ми-8. Ми-171А2 – это многоцелевой вертолет среднего класса, который является продолжателями таких моделей, как Ми-8 и Ми-17. От своих предшественников он получил внешний вид, но имеет более 80 конструктивных отличий, в том числе и двигатели нового образца российского производства. Он будет использоваться как в медицинских целях, так и в грузопассажирских перевозках. В течение месяца Ми будут проходить испытания, организованные холдингом «Вертолеты России». Якутские морозы помогут проверить возможность эксплуатации машин в сложных климатических условиях. Программа предусмотрена около 20 вылетов при температуре воздуха до минус 50 градусов, с погодными условиями, допускающими обледенение. Также планируется взлет на высоту до 2000 метров. В условиях производится сборка, ангар оборудован отоплением газовым. То есть специалисты работают в теплых условиях. Сертификат Росавиации, полученный в августе 2017 года, позволил начать серийное производство транспорта. Также начались поставки машин коммерческим заказчикам. Первые контракты на поставку новой модели за рубеж заключены с компаниями стран Индии и Казахстана. Василий Радченко, Любовь Васильева, Иван Семенов, НВК Саха, Якутск. Многодетная мать с четырьмя детьми боится остаться без крыши над головой. Поводом для таких беспокойств послужили, по ее словам, действия отдела опеки и попечительства администрации города. Сотрудники, которые на деле должны защищать интересы отдельных слоев населения, пригрозили ее с детьми выселить из квартиры. Тему продолжит Саргалана Захарова. Шестимесячная Алина проснулась после дневного сна. Она и не подозревает, какие страсти сегодня разгорелись вокруг ее семьи. Девочку, ее братьев и сестер с матерью грозятся оставить без жилья. Позавчера они ко мне пришли. И она, Розалия Леонидовна, мне говорит, выселиться отсюда я должна. Я ей говорю, куда я зимой пойду с четырьмя детьми. Так как у меня возможности снимать жилье нету, я сижу в данный момент по уходу за ребенком. Они, это сотрудники отдела опеки и попечительства администрации города, Валентина Сокольникова рассказывает. Прошлой осенью погиб ее муж. После полутора месяцев в коме он так и не смог прийти в сознание. Но беда не приходит. Одна квартира, в которой они совместно проживали, была выделена супругу как сироте. А вот женщине с детьми после смерти мужа, как оказалось, в ней места нет. Перед своей гибелью еще летом Алексей пытался прописать младшую дочь в квартире. Получил ходатайство от отдела опеки для передачи документов в департамент жилищных отношений. Но не успел довести дело до конца. Ответ пришел совсем недавно. У меня была просьба именно прописать младшую дочку, то бишь мужа здесь. А они мне вообще дали отказ именно о моих троих детях. А про младшую дочку здесь совсем ничего не написано. И чтобы я выселилась, в квартиры здесь тоже не написано. В какой срок там это. А хотя они мне сказали, что я должна уже выселиться. Валентина обращалась не в одну инстанцию, чтобы защитить интересы своих детей. Сегодня подключился и общероссийский народный фронт. Сегодня уже подготовим обращение в прокуратуру на проверку. Это решение органов опеки. Там, конечно, признают, что есть и вопросы двоякого толкования закона. И также есть понимание, что кто-то из чиновников просто халатно отнесся к этой проблеме. Главное прописать ребенка, говорит Валентина. Ведь без этой маленькой бумажки ни в очередь на место в садике не встать, ни капитал не получить. О положенном куске земли даже и мечтать не приходится. Но вот в департаменте жилищных отношений, куда после органов опеки обращалась наша героиня за пропиской, сказали, что на сегодня поводов для беспокойства не должно возникать. Когда сирота оформлял квартиру и писал заявление на заключение договора специализированного найма, он указал в этом заявлении своего ребенка. Если ребенок указан в договоре специализированного найма, он также зарегистрирован в этой квартире. Но пока на 5 лет, на течение действия договора, до какого-то числа определенного, какого-то года. Поэтому в этой части вопросов не возникает. Однако по закону, который в республике приняли относительно недавно, жилье по спецнайму предоставляется только сироте. На его семью родственников права не распространяются. О наследовании тоже не может быть и речи. Вот и возникла такая двоякая ситуация. В департаменте признают, впервые столкнулись с подобным. И на решение вопроса уйдет какое-то время. Но в одном они уверены, на улице семья точно не останется. Сарглана Захарова, Георгий Григорьев, НВК САХА, Якутск. Предприятия золотодобывающей отрасли Алданского района в прошлом году добыли более 11,5 тонн золота. 500 тонн не хватило, чтобы выполнить плановые обязательства. Однако отмечен существенный рост в производство в отрасли, который составил 9%. Полюс Алдан, так теперь называется горнорудная компания Алдан Золото, как и прогнозировалось, перевыполнила план по извлечению золота в 2017 году на 208 килограммов. Роста производственных показателей добился и Селегдар. Динамично развивающийся холдинг добыл более 4,5 тонн золота. Прирост составил 300 килограммов металла, на что повлиял запуск золота извлекательной фабрики горнообогатительного комбината «Рябиновый» летом прошлого года. Юбилей сегодня отмечает заслуженный художник России и заслуженный деятель искусств Якутии Эдуард Васильев. Свои 75 лет живописец продолжает творить и радовать поклонников своего творчества новыми работами. В его мастерскую заглянула Анисия Миронова. Добро пожаловать в мою мастерскую. Эта мастерская – целый мир. Мир образов, вышедших из-под кисти Эдуарда Васильева. Внушительный список наград – это заслуженное признание художника. Без живописи себя не представляет, ведь с ней связана вся его жизнь. Как себя помню, я рисовал, а с 15 лет я уже под профессиональным руководством занимался живописью. Так что всю жизнь я занимаюсь живописью. Своё вдохновение Эдуард Васильев черпает отовсюду. Художник предпочитает изображать близких или знакомых ему людей ради понимания характера натурщика. В жанре портрета чувствуется его стремление передать многогранность образа человека. Особая внутренняя жизнь в его пейзажных работах. То, что характерно для Эдуарда Иосифовича – это прекрасное чувство тона. В его пейзажах нет такой яркой броскости. И тем не менее они очень как-то все световоздушные, построены на мягких градациях переходов. В основном он работает… У него пейзажи в основном летние или такие переходные моменты природы – к осени, к весне. В творчестве он часто обращается к теме исторической памяти. Одна из последних его работ посвящена ассеху для Йохальсена. Праздник был специально устроен для исследователя и революционера в начале мая 1902 года. Объем этой картины впечатляет. Его произведения представлены в Национальном художественном музее Якутии и также хранятся в других музеях городов России. Эдуард Васильев счастлив в творчестве. Признается, что никогда не творит на заказ, только для себя и ради любимого дела. Я считаю, что мне повезло, что я всю жизнь занимаюсь любимым делом. Более полувека у Мольберта. Годы летят, но не проходят бесследно. Мастерской Васильева – вся его жизнь. В лицах, в образах и пейзажах. Аниси Миронова, Григорий Охлопков, НВК Саха, Якутск. Итоги федерального конкурса «Смиротворец» подвели на балу прессы в Якутске. Также журналистам вручили ведомственные награды. Союз журналистов также отметил тех сотрудников СМИ, которые на протяжении года показывали лучшие результаты. На празднике стали известны итоги конкурсов «Лучшая пресс-служба», «Дебют года» и «Журналистское расследование». Так, дипломом премии «Золотой микрофон» среди радиожурналистов награждена старший редактор дирекции радиовещания нашей компании Сергалана Антонова. Диплом лауреата премии «Золотой микрофон» среди тележурналистов региона получила ведущая НВК Катерина Григорьева. Жители республики доверяют далеко не всем источникам информации. Многие уже научились отличать фейковые сообщения от достоверных. А из всех средств массовой информации региона таковых 243, каждая стремится завоевать своего слушателя, зрителя, читателя. Именно достоверностью материалов. Сегодня, накануне Российского дня печати, вручены госнаграды журналистам республиканских и районных СМИ. С подробностями Юлия Михайлова. Награды нашли тех, чьи материалы вызвали наибольший общественный резонанс, внесли значимый вклад в социально-экономическое развитие региона. Газета «На крайнем севере» – самый верный источник информации. Тираж издания «Колымские новости» в 4000 сентября позволяет информировать всех жителей Колымы оперативно и достоверно. С этого года у газеты появилось приложение на юкагирском языке. «Самое главное, конечно, это озвучивание социальных проблем в нашей газете идет. Озвучивание вопросов и федерального значения, конечно, для людей интересно почитать местные газеты, что происходит с учетом того, что происходит в республике». Многие районные газеты дублируются теперь и в интернете. Ведь сегодня почти все получают информацию с помощью своего телефона. Работа журналиста тесно связана с пресс-службами ведомств. Оперативность и тех, и других позволяет общественности быть в курсе всех событий в режиме онлайн. «Хочется отметить хорошее сотрудничество с НВК «Саха», с информационными агентствами и печатными изданиями республики, в том числе районными. Хотим поблагодарить». Сегодня трудно представить свою жизнь без газеты, радио, телевидения или интернета. Все эти источники информации востребованы в республике, так или иначе. Ведь информирован, значит вооружен. Юлия Михайлова, Владимир Павлов, НВК «Саха», Якутск. К этому часу у нас все новости. Оставайтесь в курсе событий с НВК «Саха» и «Саха-24». Всего доброго и до встречи в эфире.